Вот Николай Полозов говорит о том, что моряков освободят. У меня нет такой уверенности. К сожалению, потому что Россия после не пять лет доказывает, что она не работает по правилам, она работает вопреки правилам, проверяя мир на границе допустимого. Но ты помнишь, достаточно было раздражено, единственный раз, когда мы видели по-настоящему раздраженную президента Зеленского, это когда эта история была с ответной нотой МИДа, но, видимо, там что-то внутреннее неправильно было, хотя я не видал ноту, читал 40 раз, там ничего нет такого, да, формально, то есть никто не заметит этого, но вроде как могли сорваться договоренности об обмене, но уже другое отправлено там письмо, по-моему, в Россию, реакции на него нет. Там же очень просто. Россия должна освободить моряков без условий, согласно решению международного трибунала. Она пыталась, и было договоренно, что мы вас возвращаем, освобождайте моряков, выполняйте решение. Россия попыталась в освобождение моряков добавить политический момент. То есть мы вам отдадим моряков, но вы обязаны их начать судить по той же статье. Да, 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 но Полозов считает, что вот все-таки он профессионал, в принципе, он знает и там еще и настрой их ментальности, судебную систему, так называемую, что все-таки для Путина дороговато, и не нужно содержать этих именно военнопленных людей из-за, ну, морского права. Возможно. Мне, я в этом смысле, знаете, последние лет пять, с момента вторжения в Крым, я живу по принципу «жди худшего», потому что когда ты ждешь худшего, и оно не происходит, или наоборот происходит хорошее, то у тебя в жизни огромное количество поводов для радости. А когда ты ждешь чего-то хорошего, оно не происходит, или происходят противоположные вещи, то у тебя, наоборот, огромное количество таких пессимистичных ожиданий и ощущений. И в этом смысле я скорее принадлежу тем, кто всегда готовит себя к худшему сценарию. Потому что тогда ты знаешь, как онкобольной после химиотерапии. Каждое утро встречаешься надеждой, а каждый лучик света просто как какой-то подарок небес. Продолжение следует...